Сейчас сложно найти человека совсем далекого от социальных сетей или мессенджеров. Почти каждый так или иначе задействует их в своей работе. Иногда преподаватели сами сообщают каналы для обратной связи, и кому-то из них бывает предпочтительнее общаться через почтовый ящик. Но если преподаватель не оговорил, где ему можно написать, а вы по воле случая нашли его в социальной сети и видите, что он там активен, смело задавайте ваш вопрос. Вы ничего не теряете, самое страшное, что может случиться, это отсутствие ответа. А если данный канал связи преподавателю неудобен, он скажет, куда вам лучше обращаться. Как правило, преподаватель оговаривает контакты для связи на первом занятии. Но что делать, если контакта нет? До личной встречи ждать долго, а вопрос очень срочный. Первым делом поспрашивайте одногруппников. Возможно, вы не первый, кто столкнулся с проблемой, и у кого-то уже есть ответ. Посмотрите информацию о преподавателе на сайте учебного заведения. Возможно, там вы найдете его email. И не бойтесь обращаться за информацией на кафедру. При отправке сообщения с вопросом не забудьте представиться и указать, из какой вы группы. Преподавателю так будет легче понять, кто к нему обратился. Не забывайте, что преподаватель занятой человек. Старайтесь задавать вопрос максимально кратко и понятно. Так вы быстрее получите ответ. Если вам пришел ответ, но вы его не поняли, не стесняйтесь задавать уточняющий вопрос. С интеграцией социальных сетей и мессенджеров в образовательный процесс и работу встал вопрос разграничения личного и публичного. Будьте готовы к тому, что для преподавателя социальная сеть является личным пространством для общения с его друзьями и родственниками. Не стоит добавляться в друзья или комментировать публикации преподавателя, если они не касаются образовательной сферы и не призывают к дискуссии. Вы также вправе указать преподавателю, если он пишет вам, какие каналы связи приемлемы для вас. Субтитры создавал DimaTorzok